Дорожные Мы стараемся большое внимание уделять правилам дорожного движения, потому что с детских лет воспитание ребенка в детском саду дома – это большая семья. И поэтому и мы, и родители должны знать правила дорожного движения, а может быть и дети обучать наших старшего поколения, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и брали пример. Вначале детям рассказали о дорожных знаках и их назначениях, а после с помощью загадок проверили полученные знания ребят. Что за лошадь вся в полоску? На дороге загорает. Люди едут и идут, а она не убегает. Зебра! Оказалось, что дети пришли на познавательную программу хорошо подготовленными, поэтому они смогли дать правильные ответы на большинство загадок. Я запомнил зебру знак. А чем этот знак важен? Что можно переходить, если нету зебры на земле и есть на знаке. Важный звук – это светофор. А почему? Потому что он указывает людям, идти или не идти. Все знакомство с дорожными знаками происходило в форме игры. Так, например, значение главного регулировщика светофора ребята запомнили благодаря движениям рук и ног. Для воспитанников детского сада подготовили спортивные эстафеты, в которых они смогли представить себя водителем автомобиля или машинистом поезда. Но больше всего детям понравились творческие задания. Василина Меликова проявила свою фантазию в рисовании. Я нарисовала светофор. Светофор мне больше нравится все, правда, дорожное движение. Он допреждает пешеходов, что стой, не надо идти, потому что машина может сбить. В завершении познавательной программы ребятам подарили небольшие подарки, а также уже по сложившейся традиции сделали совместный памятный снимок. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.